Подержи, пожалуйста, еще раз, я не помогу. Спасибо. Я сегодня не ел, даже не завтра. Не надо было туда, да? Давай поменяемся. А, там сумка. А то я в эту сторону. А, там сумка. Сумка. Ура. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На самом деле, мне нравилась только ты Мой идеал и мое Мирило Во всех моих женщинах были твои черты И это с ними не я Мирило Пока ты там по корм своим страстям Порхаешь между Арсе и Прадо Я, можно сказать, собрал тебя по частям Звучит ужасно, но это правда Одна кормился, другая с родинкой на спине Третья умеет все принимать как данность Одна не чает души в себе, другая во мне Вместе больше не попадалась Одна как ты с лица отдувает прядь Другая вечно ключи теряет А что я ни разу не мог все это в одно собрать Так Бог ошибок не повторяет И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три Через все прибоны, осталась тут Поплотясь во все живые цветы И все неисправные телефоны А ты боялась, что я тут буду скучать По дачке сам себе предлагаю О ливне, о цены О эти шахиды, о распечать Бог с тобой, ты со мной, моя дорогая Представь себе, что мы не свидимся Не спишемся, не созвонимся Тебя там познакомят с Витязем, а в ней и здесь найдется нимфа Воображение противится, но это не меняет дело Представь себе, что та гостиница, взмахнув крылами, улетела Когда от города останется Вокзал, травой заросший густо Одноколейка, руслы старятся Река давно сменила русл Живи, как будто нас там не было Всю тину прошлого и грим, давай, вытряхивай из невода Считай, что мы с тобой могли бы не затевать всей той истории Считай, что я не существую Нет ничего, о чем бы стоило мечтать и пысковать впустую Воспоминания надоедливые Их незачем таскать по свету Давай, нам будет не до этого Но если я к тебе приеду Мы просто снова познакомимся Вот ты сидишь в дешевом баре И куришь, и листаешь комиксы И пиво трогаешь губами И в жизни ничего нет страшного И никакой тебе печали И вдруг по-русски кто-то спрашивает Мы с вами, кажется, встречались Так в слове обман Тепещет протянутая рука Луна обходит солнце Отворачивая лицо Зеркало отворачивается от телесного двойника Земля отталкивает колесо и плюется Вода говорит Не вздумай в меня глядеться Только черные вещи съедают все Только слепые люди ничего не боятся Друг на друга руками не налюбуются На улице шевелят крылами какие-то птицы У улицы сорок ног, но она умеет кусаться Швыряться, раскалываться, как блюдца Может быть, это боги надо мной смеются? А и пускай смеются Я создам землю Маленькую-маленькую Несколько песчинок и капелек И на земле нас Маленьких-маленьких До заросших тропинок До твоей детской фотографии С улыбкой до ушей Мы будем строить замки В детстве это кончается Не так, как не в детстве Мы будем обрывать малину И нам в голову не придет задуматься Что можно задуматься о любви И если ты предложишь мне Как в доброй сказке Пожениться А я Как в доброй сказке Соглашусь То здесь будет куда меньше Вымысла И точно счастливый конец И ни я Ни ты не узнаю Что улыбается Строит замки И обрывает малину за нас Какой-то мальчик С лицом девочки Какая-то девочка Сестрижка и мальчик Снова дергает в лапе собака во сне Я не знаю, о чем вы мечтаете Мне хотелось бы думать о скорой весне Но боюсь Что тогда вы расстанете Проезжает машина Мелькнули огни И пропали За кровными, мокрыми Мне хотелось бы думать Что мы не одни В этом городе С черными стеклами Я не знаю, чего ты От вечера ждешь Здесь ты видишь Не очень-то С принцами Мне хотелось бы думать Что ты не уйдешь У меня же здесь холодно В принципе Я не вовремя Сори И время ушло И не видно Подарков на йогу Мне хотелось бы думать Что нам повезло Нам везет Я не знаю Надолго ли Мое солнце И это тоже ведь не тупик Это новый круг Почву выбили из-под ног Так учись летать Журавля подстрелили Синичку выдернули из рук И садник под ребром И некому заводать Жизнь разъяли на кадре Каркас проржавленный обнажил Рассинхрон Все помехами Сжаться не восставать Пока финка жгла между ребер Еще был жив А теперь извлекли И вынужден остывать Мое солнце Бог не садист Не его это гнев И гнем Только обжиг Мы все тут мечемся Мельтешим А он смотрит и выжидает Сидит и мнет Переносится указательным И большим Срок приходит Нас вынимают на божий свет Обдувают прах Обдают ледяным Как небытием Кричи и брыкайся Мой мальчик Это нормальный страх Это ты остываешь После его печи Это кажется Что ты слаб Ты клоп Беспомощный идиот Словно глупая камбала Клопаешь ртом по мгле Мое солнце Москва гудит Караван идет Происходит пятница На земле Эта долбанная неделя Накрыла смяло Да вот и схлынуло Тяжело Полежи в мокрой гальке Тину отрисо щек Это кажется Что все мерзло И не жило Просто жизнь Даже толком Не началась еще Это новый какой-то уровень Левел раунд Белым-белом Эй А делать-то что? Слова собирать из-за гимн? Мы истошно живые Слышишь? Смотри в табло На нем циферки Пять Четыре Три Два Один В пионерском лагере Написала сама себе письмо Бросила в ящик Вернулась домой Мне никто не писал По утрам Вынимала из ящика Правду Наконец-то Получила Вскрыла Прочла Приклеила В дневник До сих пор не знаю Что Ответить Я ведро в колодец Столкнула И оно зазвенело Запело Загрохотало Заохало Отяжелело И отражений Полные теней Стало вверх Подыматься И ржавая цепь Скрипела И каждый поворот Вала был все круче И все труднее И уже кто-то Жеребенка своего Он поил И чья-то семья Чаевничать села И чьи-то дети Умывшись сидели И звезда уже Начинала на черном небе Сиять И лишь мое ведро Все раскачивалось Все поскрипывало Все скрипело И все тоже колодезно И закручивалось рукоять И мое ведро Над черной бездной Раскачивалось Как весы качалось И все туже Наматывалась цепь На оси Почему же мне Так трудно все Я спросил Мне отозвалось Ни на что Не жалкося Ничего не требует Ни о чем Не просил После полуночи На детской площадке Скрипят качели За цветными ставнями Открывается Тайный мир Мир уставших детей Наконец-то Допущенных до карусей Тех, кто выучил Алгебру Сдал на три или пять И уже забыл В разноцветных Смешных машинках Сидели водители Возвращался к памяти Как в бразильском кино Старый двор Кто-то молча курил Кто-то в небо Глядел Пронзительно И вечал песочницу Мухамо И железным кольцом Окружали детей машины Серебристый Вольсваген Католика Мишкин Рено Все мальчишки Теперь научились Играть в мужчину А когда-то Играли в хале-халол Чей-то маленький папа Водил по песку ботинком И никто не решался Сказать Пойдем, давай Так вдыхали взрослые детства Тихо-тихо И сорвался в небо Древянный в ромашку Трамвай Штрихи и точки Натного письма Кленовый лист На стареньком пупитре Идет смычок И слышится Зима Ртом горьким улыбнись И слезы вытри Здесь осень Музицирует сама Играя октябрь Зажмурься и дыши Вольно мне было Музыке не верить Кощунствовать Угрюмо браконьерить В скрипичном заповеднике души Вольно Мне очутиться на краю И музыку на перстницу мою Все тридцать три Широких оборота Уродовать семью Десятью восьмью Вращениями Хриплова фокстрота Условимся о гибели Молчать В застолье нету места У коризни и жалости Мне скоро Двадцать пять Мне по карману Праздник этой жизни Холодные созвездия горят Глухого мироздания Не корят Остывшие Акашек сна И припять Поэтому Я предлагаю выпить За жизнь с листа И веру наугад За трепет Барабанных перепонок В последний день Когда меня с просонок По имени Окликнут в тишине Неведомый Пробудется ребенок И втайне Затаскует Обо мне Условимся О гибели Молчок Нам вечность Беззаботная Не светит А если кто И вырнет Смолчок То музыка Сама себе Ответит Мой великий Кардиотерапевт Тот, кто Ставил мне Этот софт Научи меня Быть сильнее Чем Лара Крофт Недоступней Чем астронавт Не сдыхать После каждого Интервью Прямо тут же При входе в лифт Не читать Про себя Весь этот Чудовищный Вознеправ Как они Открывают Сумрадные Свои рты Говорят Ну спой же Нам тенчик Спой Получи потом Наши грязи И клеветы Наши бездоказательности Тупой Мы так сильно Хотели бы быть Как ты Что сожрем Тебя всей толпой Ты питаешься Чувством Собственной правоты Мы тобой Остров моих кладов Моих сокровищ Моих огней Моя крепость Моя броня Сделай так Чтоб они нашли Кого полней Чтобы выбрали И меня Всякая мечта Мое счастье Едва ты проснешься В ней На поверку Гнилая Черт Моя броня на зиме равной силе четырёхсот разлук, в кислоте, от которой белые волдыри. Ужас только в том, что черти смыкают ко мне, что мне исполняется двадцать три. И какой глядит на меня снаружи, такой же сидит внутри. А в соревнованиях по тотальному одиночеству мы бы разделили с тобой. Гран-при. Я выбирала все поступки. Я так скупилась на ошибки, что если вдруг тянула руки, то лишь в Макдональдсе к сушилке. Но он повёл меня на митинг, потом в метро, потом под зонтиком. Не говоря не извините, не разумеется, позвольте. И я смеялась очень нервно. А он смеялся симпатично. Он так смеялся, глядя в небо, что даже велетела птичка. Был день так долг, путь так труден, что уронив за ванну мыло, я вдруг решила быть, что будет. И вправду было то, что было. Человек, которого я люблю, посвятил себя плаванию к нулю. И потонет в этом его нуле всё фундаментальное на земле. И объекты имя, и город-сад, с золотым тиснением аттестат, и весенний вечер, и летний день, и ребёнок, спрятавший свою тень. С ума сошедший, и психиатр, и артисты, зрители, весь театр, и весло, и лодка, и вопрос жилья. Я, и за всем за этим останусь я между смыслом, где-то в районе снов, потому что нету во мне основ, потому что нету меня нигде, потому что я растворён в воде. И неясно мне, от чего и вдруг, и конкретно что исторгает звук, и откуда это берётся прыть, и зачем мне нужно тебя любить. Но когда на кухне сидим вдвоём, ниоткуда жизнь вдруг даёт объём, словно с кем бы я до тебя не спал, мы с тобой состоим из одних зеркал, и когда два глаза глядят в упор, из зеркал образуется коридор, и открыты шлюзы, и снят контроль, и как будто это и есть твой мой. Но март пришёл, июнь не за горами, отчаянный, горячий, длиннохвостый, не знающий ни страха, ни потерь. И если помнишь, плечи загорая, приобретает неземное свойство легонько так светиться в темноте, как будто ходишь в золочёной раме в своей невинной жаркой роготе. Конечно, море. Наши говорили, что раз попав сюда, прибудешь вечно, с бессильным хрустом сердце надломил, и ветер арестовал аквумарином, и тихо спал, на берег этот млечный песок намыв. И я была, конечно, не Мария, но Суламив. Конечно, если б знал, родилась здесь, где жара, а тары и татары, где пологом лежит густая тень. Ты помнишь тот колючий скалер лаз, который, несомненно, стоил парой изрядно поцарапанных локтей, как я в слезах, распаренная, злая крича, что в первый и в последний раз упала вниз судьбу свою клинья, и море обмотало свой атлас вокруг меня. Но март пришёл, зима в своём блокноте отвоевала новое число, второе с окончанием на девять. Весна не успевает, и в цейкноте пустила все кораблики на слон, не зная, что с колоколами делать. Луна скребёт кривым белёсым ногтем, но день украден. В июне всё, что нужно, было рядом. Казалось, только руку протяни, нахальные торговцы виноградом свои товары прятали в тени и жгли оттуда виноградным взглядом. Шиповник пах, размашистая, июна, царапая рассеянных людей. И я здесь, на манер кота Баюна, сижу, колени обхватив. Пою на трёх языках, одна в своей беде. Из белых шрамов прошлого июня пытаюсь сотворить пропавший день. Но не бежит вода по водостокам. Часы на стенке тикают жестоко. Стекло под ветром жалобно трясётся. Сегодня время замкнуто в кольцо. Чудес не будет, сколько ни колдуй. Ложись-то спать, сидишь, как оболтуй. Сижу и вижу, как из-за востока, расталкивая облака лицом, неудержимо ярко лезет солнце своим терновым маленьким лицом. Петя застрял в лифте на собственном восемнадцатом этаже. Этого-то и боялся. Нервы на взводе и воздух, как ему кажется, совсем уже на исходе. Аварийное не приходит. Пятнадцать минут дозванивался жене. Ну, говорит, я попал, чувствую себя, как на войне. В горящем танке, нет, затонувшей подводной лодкой, по которой при этом стреляют прямой наводкой. И какие-то артефактные ощущения бегают по животу, затылку, спине. Наконец-то подруга ему вышла на лестницу. Да он говорит, действительно, ты застрял. А он, блядь, на радио играет и ничего не слышно. А он говорит, задыхаясь, давай скорее, что-нибудь тут раздвинем. Засунули толстую палку между дверей. А у него с тобой в покупках был сухой мартини, выбил пол-литра. Сильно не помогло, но, по крайней мере, немного обогатилась палитра цветов окружающего серого-белого лифта. Оттис. Она еще наливает ему коньяк, передает в узком стакане по вставленному междуствором доске. Вот так человек напивается в предсмертной своей тоске. Смотрит на себя лифтовое зеркало, бледный, под глазом самой собой образовался синяк. Жена смотрит в щель на него, говорит ему, бедный, бедный. Пошла, привела собаку, принесла себе табуретку, села, смотрит на него через щель. Говорит, не бойся и успокойся, сейчас уже кто-то приедет. Петя слышит, на площадку выходят обеспокоенные соседи. Тульчинские, Марковы, там, Пановы, громко что-то спрашивают одна психованная соседка. И тут пошла истерика у него по-новой. Думает, молится громко вслух, Господи, помоги, все, конец наступает мне. Сейчас лопнет голова и потекут мозги. Подшквальным образом распространяется по спине. Срывает в себе футболку, спокойнее не становится и прохладнее. Никакого толку. Жмет кнопку диспетчерская, предупреждаю, еще пять минут, и я двери вот эти раздвинула и разломаю. А в ответ аварийная едет, а он уже бьется, бьется, скоро сердце не выдержит, мозг сдается, лает собака, напряженно переговариваются соседи, в ближайших квартирах пугаются дети, двери на лисичную клетку поочередно открываются, то те, то эти. Вдруг звонит мобильный по голосу вроде жена его в телефоне. Это 26-й с вами говорит Шеремфрейдер в зоне, аварийный штурм 18-го квадрата. Вы находитесь в охраняемой нами зоне. Ваш корабль расстрелян, он горит, но с лунной базы уже вышла спасательная эскадра. Ничего не бойтесь, отряд слышит, раскладьтесь и успокойтесь. С вами весь плод ее величества, императора Хайрууману Хлуга. Говорит ему так же, из Титана передают, то есть базы кодированной командору пишут, вас сильно любят, как мужа, как боевого товарища и просто как друга. Держат кулаки и за ваше здоровье все время бьют. Да, вот и монтеры уже в подъезде. Они идут. я могу быть грубой и неземной, чтобы дни горячечны, ночи кратки, чтобы провоцировать беспорядки. Я умею в салки, слова и прятки. Только ты не хочешь играть со мной. Я могу за стражей короля, за осла, разбойницу, труба, дура, но сижу и губы грызу, как дура, а из слезных желез литература, а в раскрасках выжженная земля. Не губи, в каком-нибудь ноябре я еще смогу тебе пригодиться и живое, мертвое, как-то водиться. Только ты не хочешь со мной водиться? Без тебя нерадостно во дворе. Я могу тихонько спуститься с крыши, как лукавый, добрый Оля Лукоя. Как же мне оставить тебя в покое, если без меня ты совсем не спишь? Фрэкенбок вздохнет во сне. Что такое? Ты хорошим мужем, я стала малыш. Я могу смириться и ждать, как лис, и зевать, и красный, как перец чили, язычок вытягивать. Не учили отвечать за тех, кого приручили? Да, ты прав. Мы сами не береглись. Я ведь интереснее несметно орд. Всех твоих игрушек ты мной раскопал с торкова, с витрин и оконных стекол. Ты ведь не один, финист, ясный сокол. Или финист, ясный аэропорт. Я найду да буду, назначат казни, я вывернусь, избегу да я обвенчаюсь царской дочкой, а царь мне со своего плеча даст. Лишь бы билась внутри, как пус, внутренняя чаятость, долгожданная, оглушительная твоязнь. я бы стала непобедимая, словно рать грозных роботов, даже тех, что в приставке Дэнди. Мы летали бы над землей Питер Бен и Вэнди. Только ты, дурачок, не хочешь со мной играть. Все огни погасли, в городе ночном. Все пути опасны, потому пойдем. Ах, при лунном свете, мой дружок Бьеро, мы идем, как дети, лейка да ведро, кепка да бананка, носовой платок, лес да лук зеленый, листьев же поток, папоротник, собы, летние цветы, корабли, готовы, сожжены мосты, не пылит дорога, сколько ни иди, рвется имя Бога, птицы из груди, как на дне стакана, с мутной водой, вытянулся странно, месяц молодой, мы идем куда-то, две сестры, два брата, двухголовый зверь, что теперь, ребята? Белая палата, белая палата, белая палата, крашеная дверь. мужает голос и грубеет тело, но все во мне по-прежнему свежо и звонко, я подниму себя привычно, между дел, легко и убежденно, как ребенка, а ранней осенью жизнь цветет, как школа, начнет букетами и ранцами кидаться, но зрелость с юностью, как школьник и дошкольник, все между собой никак не сговорятся, но солнце правду выскажет в упор, и так же в зеркале, как зелень отразится, когда из ванны будешь в коридор, ты с мокрой головой, как лисица, чем ближе осень, ярче подоконник, чем дальше школа, тем еще ужаснее, и я сижу в углу, как второгодник, и свет стоит столбом, как старшеклассник, мне нравится, что жизнь со мной груба, и так насмешливо, подробно и невместно, я подниму своим привычным жестом, легко и убежденно, швырять со лба, ведь сколько раз уже в очередном аду я прижимал к лицу свои мужские руки и полагал, что я иду к концу, а шел, как правило, к какой-то новой муке, ну так простимся же, по-царски, без обид, здесь и сейчас, откинув одеяло, нам только жизнь и зрелость предстоит, как раньше смерть и детство предстояло. Хочу дожить с тобой на дожавею, чтобы, войдя в квартиру, где я сплю, трюки мог продеть в свои же жесты, как в рукава рубашек и всевестно развешанных для сушки на дверях. Хочу дожить с тобой до января, до манной каши, до овсяной каши, до времени, когда в квартире нашей я встану у окна, и, несмотря на то, что ты спешишь и мне не машешь, и исчезаешь где-то вдалеке, раступятся снежинки, по привычке боясь попасться под руку-руке или зажженной на спирс спичек. над домами, 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 голубые твои от облака, вот они и останутся с нами на века, на века, на века. Только пар, только белая в синем над громадами каменных плит. Никогда, никогда мы не сгинем, мы прочней и нежней, чем гранит. Пусть разрушатся наши скорлупы, геометрия жизни земной, облинись, поцелуй меня в губы. Дай мне руку, останься со мной, а когда мы друг друга покинем, ты на крыльях своих унеси только пар, только белая в синем, голубое и белое в синем. Раздевай все же. В синем. Не страсть страшна, не бытие кошмар. Мне стыдно, Айзенберг, самим собой быть. Вот эту кофту мне по денег постирал, а мог бы тоже, между прочим, жить. Я быть собой больше не могу. Отдай мне этот воробьиный рай, трамвай в Сокольниках, мой детский ад отдай, а если не отдашь, я украду. Я сам, где одуванчики присели, где школьники меня хотят убить, учитывая эту зелень, зелень, я столько раз бы лучше и честнее, а столько раз счастливее мог бы быть. Но вот теперь, за май шарик голубой, что крутится, вертится, словно больной, за эту роскошную пылку и свежую пыль, за то, что я никого не любил, за то, что бобтатую маму топчу, я никому ничего не прощу. Я все доврал, я только хуже был, и то, что шариком игрался голубым, и парк Сокольники, и я узу мою, которую, боюсь, я не люблю, не пощади мне, не отдавай весь этот воробьиный страшный рай. Но пощади кого-нибудь из них, таких доверчивых, желанных, свободных. Но видишь ли, взамен такой растрате я мало что могу тебе отдать, не дай взамен жить в сумасшедшем доме, не напиши тюрьмы мне на ладони. Я очень славы и любви хочу, так пусть не будет славы и любви, а только одуванчики в крови. О, Господи, когда же я цвету, когда я в свитере взбесившемся у вяну, так неужели прям я лучше стану, как воробей, смирившийся в грозу. Но если кто-нибудь всю эту ложу разрушит, и жизнь полезет, как она была, как ночью лезут перья из подушек, каким же легким и дырявым стану я, каким раздавленным, огромным, безоружным. Мне стыдно от того, что я родился, кричащий красный с ужасом в крови. Но так меня родители любили, так вдоволь молоком меня кормили. И так я этим молоком набился, что нету мне ни смерти, ни любви. С тех самых пор мне стало жить легко, как только теплое я выбил молоко. Ведь ничего со мною не бывает. Другие носят длинное пальто, мое несбывшееся, легкое мое. Совсем другие в классики играют, совсем других лелеют и крадут, и даже в землю стыло кладут. Все это так. Но мне немножко жаль, что не даны мне счастья и печали. А если мне удача выпадает, и с самого утра летит крупа, и молоко окипя или звеня, во мне морозное и свежее играет, тогда мне нравится, что старость наступает. Хоть нет ни старости, ни страсти для меня. Ночью, в самом начале удивительно теплого марта, он обошел всех остальных и велел собираться. Кто-то был предупрежден заранее, большинство нет. Сначала он боялся, что их выдаст испуганный недоуменный гомон, дребезжание пыльных шкафов, истерический перезвон ножей. Потом это стало неважно. Перепуганно причитали длинные старые следочницы, плакали ничего не понимающие маленькие рюмки, утюги столпились в дверях, а соловелым покорным стадом тарелки метались, не понимая, как можно бросить весь этот затклый скарп. Потемневшие скатерти, грязные кухонные полотенца, священные бабушкины салфетки. Жирная утятница, вороватая озираясь, быстро заглатывала серебряные ложечки. Соломка трясла свою пыльную захватанную сестру, истерически повторявшую «Она догонит и перебьет нас! Она догонит и перебьет нас! Он неловко ударил ее деревянной засаденной ручкой. Она замолчала. Когда они, наконец, двинулись вниз по пригорку, вся околица слышала их, вся деревня смотрела на них из окон. Когда они добежали до реки, то под Федор уже отзывался дрожью в его тусклых, от зацаревшей грязи медных боках. Задние ряды проклинали его, скатывались в канавы, отставали, средние плакали, проклинали его, но шли. Передних не было. Только он, на подгибающихся старых ногах, в молчаливом ужасе ответственности и сомнений. Когда они все-таки добежали до реки, измученные, треснувшие, надбитые, он обернулся и сказал им, «Воду, видите, мы войдем в воду и выйдем из нее другими». И тут река раступилась. Он ходил перед тобой на голове. Он вымаливал прощальный поцелуй. Он хотел бы раствориться в синеве, но, проснувшись, оказался на полу. Он хотел перекреститься и не смог. Обессиленный он выдохнул, простил. Я хотел себя иного обрести, но запнулся о невидимый порог. Как помешанный, я рвал зубами нить, смеялся, как дурак перед войной. Мне сегодня обещали позвонить. Это черти потешались надо мной. Как ужаленный, я выскочил за дверь, и чело водой из лужи окрабив. Не подумай, я не то, что не любил, я ни разу и не вспомнил о тебе. Я забыл, как произносятся слова, и размахивал руками, как немой. Ты простила, рассказала, милый мой. Этот город называется Москва. Выключается свет, отнимается зрение и речь. Я курю окна за шторы, поскольку речь равносильно тому, как от выстрела упасть в наш мя. Потому что глазам дается один кошмар. Уж какой, помилуй ночь. Там я старый садовник, скучный любитель роз. Ни холсты, ни актрисы, ни площади мне не любят. Я велею цветы, подношу к ним сухие губы, целую бутон, склонившийся знак вопрос. Миллион, 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 миллионы раз. Их каждый шип, работа над ошибкой. Кровит легко, срастается не шипко. Ночь крайняя в чужой моей квартире. Из ценного лишь лампочка в сортире. Все продано, измятые рубли. А с улицы все могут, короли, разносятся по счету три-четыре. Под самый занавес в конце, как бархат сны, где я в надушных объятиях Москвы. Запястья, шеи, гвозди, капряный ирис спылились корнями, замка родились, дышали сеньем, влажным и густым. Нет хуже побуждения, горши слез, чем я для тех, тех, кто влюблен всерьез. Дальнейшее пунктиром. Право слово, так надоело, что уже оскома. И площадь с розами, и как глядела скромно, растроганно сбегала с этажа гостиницы, и как уехала на память, положа мне руку на сердце на ветреном перроне. Сухая тушь на кончиках ресниц. Нет ничего, ни адресов, ни лиц. В конце концов, банальный вечный шлягер, все, что осталось, стряхивать во мраке горячий пепел горьких папирос и подпевать скамеечный ватаги про зелень глаз и золото волос миллион, 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 миллионы раз. Хвала отчаявшейся. Если бы не мы, то кто бы здесь работал на контрасте? Пока живые избегают тьмы, дерутся, запихаются от страсти, рожают новых и берут взаймы. Мы городские сумлечные власти, счастливые наместники зимы. Хвала отчаянью, оно имеет ген и от отца передается к сыну. Как не пытались вывести вакцину, то нитроглицерин, то гексоген, в больницах собирают образцы, ну и кто здоров, хвалит медицину, приезжий, а кто умрет, абориген. Хвала отчалившим счастливого пути, погрузочно зашкаливает счетчик на корабле. Ходну бы не пройти, у океана слабый позвоночник. В ковчег не допускают одиночек, и мы друг к другу в гости к десяти. Приходим с тортиком, нас некому спрести. Хвала отчизне, чтобы без нее мы знали о наркотиках и винах, о холоде, дорогах, херувимах, родителях и ценах на сырье. Отчаяние, плоди неуязвимых, мы доблестное воинство твое. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ